В эфире самая музыкальная среди шоуобразных и самая шоуобразная среди музыкальных рубрика программы Галилео, которая называется Эксперименты Все, друзья, хватит Никому не нужных экспериментов, потому что я их все равно не понимаю. Давайте делать просто шоу. Как вы знаете, шоу бывает разное. Вот, например, вчера в переходе у старушки купил. Продавала себе, божий одуванчик, семечки продавала, вдруг на тебе. Казалось бы, да, обыкновенная бутылька, в которой всякая жидкость, которая делает что? Пузырики, да, обыкновенные? Посмотрим. И самое главное, смотри, что творится. Не лопаются. А? Не лопаются. Вот ужас. Вот ведьма. Вот ведьма. Не лопаются пузырики у нее почему-то. Но это ладно, с этим разберемся позже. Старушка уже на карандаше у нужных органов. Дело в том, что я сейчас хочу вас научить отличать дешевое шоу от дорогих. Дешевое шоу это, как правило, очень легкие какие-то такие, я бы даже сказал, никчемные фаер-эффекты. Такие вот дешевенькие, типа бенгальских огоньков. И какая-нибудь такая же попсовенькая музыка. Как то, например. Вот так выглядит, друзья, дешевое шоу. У нас шоу... У нас шоу побогаче. Вот старуха. Это был пример дешевого шоу. Легкий, никому не нужный, неинтересный визуальный эффект горения. И никому не нужная попсообразная музыка. Но сейчас, друзья, я покажу вам, как сделать настоящее шоу, которое тоже состоит из этих двух основных элементов. Что-то должно гореть и что-то должно звучать. Для этого нам понадобится небольшая баночка, как я его ласково называю, бихромата аммония. Не путать с аммоном, как таковым. Потому что сам, конечно, амон может сделать шоу, но вам оно может не понравиться. Итак, бихромат аммония. Как я говорю, аммонии, которые хромают на обе ноги. Правильно все-таки меня выгнал Петросян. Так вот, друзья. Этот бихромат аммония обладает удивительной способностью. Он мало того, что горит. В процессе его горения, красивого, возникает новое вещество, которое называется хром-2О3. И вот этот хром-2О3 выглядит, как настоящий пепел. Как будто бы извергается вулкан. А вы помните, да, что в 79-м году от Рождества Христова был такой городочек, Помпеи он назывался. Так вот, его завалило как раз вот таким пеплом. Потому что рядом Везувий взял, да извергся. И поэтому спустя много-много лет туда поехала группа Pink Floyd и там в городе Помпеи давала концерт. Вот я сейчас это буду сделать то же самое. У меня сейчас даже круче. У меня сейчас будет круче на порядок, друзья. Они играли в Помпеи, когда там же не извергался вулкан. А у меня будет извергаться вулкан. И я буду в это же время на гитаре лобать какой-нибудь музон. Какой я еще не придумал. Но что-нибудь Pink Floyd-ообразное. Итак, сначала включаем гитару. Зажигаем наш вулкан. Добавляем световых эффектов. Поехали! Шоу маст го он! Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но, как вы понимаете, больше всего это шоу любит Марфа Васильевна, наша уборщица. ДимаTorzok